сейчас я вас научу и покажу короче короче научу моментальной математики вот смотрите что нам для этого нужно ну я конечно же возьму листок и мы запишем любой пример ну давайте вот 1 3 7 2 9 например будет 6 5 4 8 и 5 нет ладно давайте не 5 4 нет короче вот какой у нас пример получился смотрите девяносто две тысячи семьсот тридцать один множить на доказаните забыл умножить на 65 тысяч четыреста восемьдесят четыре и так смотрите как мы будем все это решать вот видите мы короче берем вот видите 9 и мы должны отнять от девятки цифру 3 то есть у нас получается число 6 но как же мы узнаем куда например писать это будут тысячи или десяти десяти тысячки мы короче берем 9 от 9 отнимаем 6 получается цифра 3 нечетное число то есть нечетное число это значит разряд миллиардов мы значит примерно напишем число 6 где-то вот тут вот и так следующее число смотрите вот от 9 отнимаем сложение чисел 2 плюс 7 то есть получается 9 минус 9 получается 0 и так пишем 0 у нас пока что ответ будет 6 миллиардов ну и там сколько то там дальше вот и так следующее какое же число мы использовали девятку двойку мы обязаны пропустить в любом случае и так семерка мы ее просто берем и переписываем вот сюда и так семерка следующее число девятка семерка значит двойка должна быть и так я пишу вот сюда вот двойку и так 6 миллиардов семьдесят два миллиона вот и так следующее число 9 2 и 7 мы задействовали теперь следующая цифра 3 мы просто также берем и списываем и так следующее число какое смотрите мы все это использовали следующая цифра 1 это значит что мы должны вернуться к первому числу его также переписать и так все следующее число мы то есть все это тут перебрали следующее число 6 мы его также вот сюда вот переписываем вот и так а мы взяли 6 мы обязаны любом случае пропустить пятерку и смотрите тут какое интересное между двух четверок стоит восьмерка то есть эту восьмерку в любом случае обязаны переписать и так мы переписали восьмерку следующее число смотрите 4 минус вот эта четверка получится 0 мы переписываем ну пишем вот 0 и так смотрите мы 8 записали 4 как бы отняли от 4 получилось 0 и теперь мы должны записать цифру 4 все вот это вот наш ответ смотрите 6 миллиардов семьдесят два миллиона триста девяносто шесть тысяч восемьсот четыре вот видите поняли все очень просто то есть в общем то чтобы вычислять всякие сложные тяжелые примеры доходят не пятизначное число умноженное на пятизначное то хоть десяти на десяти или двадцати на двадцати да это конечно будет сложно но в принципе это возможно это моментальная арифметика это все очень легко моментальная арифметика это вообще очень легко ну туда же ну что вы скажете вы не знаете почему 6 именно миллиардов да потому что 9 ну если на 9 отнимаем шестерку то получается цифра 3 а цифра 3 это нечетное число а нечетное число это значит то что будет мили разряд миллиардов мы поэтому я записала шестерку ну где-то вот подальше чтобы вместилось примерно все число записаны в разряд миллиардов ну а что тут еще непонятного ну это вообще все очень просто делать ну что например ну какой вот ну когда китайцы отправляли там свой луноход на луну они ну я говорю сделали бы вот как момент с помощью моментальной арифметики бы посчитали узнали куда высадится этот луноход не это не через какие-то компьютеры в компьютера какой-то сбой и у них там ничего не получилось и в итоге луноход приземлился на темную сторону луны вот а я же им говорил то что лучше так вычисляли ну хотя может быть они правильно сделали но я не знаю но я сразу им сказал то что получится вот так вот и он у вас приземлиться на темную сторону они не захотели вот ну а ноль вы спросите откуда я взял ноль ну что непонятно вот мы мы же сначала должны как бы по первым числом ориентироваться этого числа мы же не можем от 9 отнимать двойку потому что это второе число после первого мы можем взаимодействовать только первое число в самом самом начале ну только вот смысле от первого числа первое число и от этого числа первое только число я не могу двойку взять поэтому мне пришлось взять семерку сложить ее с двойкой я не двойку складывал семерка именно семерку с двойкой и тем более знаете что я если бы я решал это уравнение с конца то я бы изначально знал что у меня ответ получится 4 я бы не знал что у меня ответ получится 6 миллиардов то есть например человеку ему сказали сколько будет примерный ответ а мы тебе даем 3 секунды а я бы вот взял просто вот смотрите 9 минус 6 это значит миллиарды так и по-быстрому теперь высчитываем второе число 6 мы его сюда вот все то есть я уже знаю то что примерный ответ в любом случае будет 6 миллиардов это очень просто нет это очень очень просто я вообще могу еще потом вам показать и рассказать там то что как удобно очень складывать отнимать там делить высчитывать квадратные корни там функции там всякие это вообще в принципе не сложно если ты знаешь как пользоваться моментальной математикой вот то есть этот вообще ничего никакого труда не составляет а так смотрите если бы по-нормальному решали да я уже честно как-то чуть-чуть подзабывая как решать и просто так решаю это очень удобно советую вам тоже кстати научиться потому что ну смотрите вот мы 1 на 4 умножаем получается 4 и вот это вот умножать это согласились очень долго то есть если бы я вот так вот умножал вот смотрите 1 2 3 4 5 чисел 5 умножать на каждое число это смотрите 5 может на 5 это то есть я 25 раз в своей голове должен был произвести какие-то математические расчеты а я всего раз два три 4 5 6 7 8 9 10 это в полтора раза меньше это нет нет это почти два два с половиной раза меньше чем я вот сейчас я сейчас делал чем я мог сделать когда бы решал вот каждую вот это вот перемножать это вообще очень легко это очень все просто вообще это моментально все вот ну что еще вам можно рассказать то что ну а а вы как думали чтобы я вот это вот все решал школы потому что вот эти вот это ночью какие-то не узнают счеты это вообще неудобно это какая то я не знаю даже как по этому способу решать о этом это же вообще очень это поэтому так и называется моментальная арифметика и вот как бы сказать ну то что вот моментальная арифметика это значит кума ментально ну очень вообще легко то есть это вообще не составляет никакого труда сложить нет я я вам потом как-нибудь еще раз могу показать там как нет конечно есть еще там всякие там короче по разному можно решать вот вот легко очень нет ну а кстати самое важное то что вот этому способу вот этим вот этому способу не учат в школе они бы могли учить этому способу в школе всех детей чтобы они это знали но это же реально легко даже если ты то есть при придешь магазин и возьмешь одну штучку по четыре или три миллиарда штучек по 817 вот но они этот способ скрыли от детей они не дают а так короче не дают учить этот очень ну реально же удобный способ ну чё подпишешься на мой канал